Всем привет! Меня зовут Дмитрий Шинко и в данном ролике я расскажу о знаке весы в 2017 году. Гороскоп для знака весы. 2017 год, год красного огненного петуха и просмотрелая цикличность по этому знаку, то есть как раз таки людей, рожденных по знакам весы, будет так или иначе сподвигать к каким-то радикальным переменам в жизни, то есть резко поменять свою жизнь. В личных отношениях, в рабочих отношениях не имеет значения. Хотя рекомендации года не стоит делать резких шагов, но как минимум до поздней осени 2017 года. Вообще, если вы начнете предпринимать какие-то решительные действия, то делать что-то авантюрное, хвататься за какие-то глобальные масштабные проекты, то это, конечно, маловероятно, что обернется каким-то успехом. Вообще, и этот год и будет так или иначе, потому что проходя через петуха, он всегда провоцирует на какие-то кардинальные изменения в своей жизни. Все правильно. Но, с другой стороны, вот этот ваш еще энтузиазм и инициатива может привести к таким неоднозначным ситуациям, которые в любой другой ситуации вы бы хотели избежать, скажем так. То есть, если вы понимаете, что вы уже делаете что-то не так, как вы делали всегда, то имейте в виду, что итог и результат может быть не самым положительным для вас. То есть, каждый спорициируете на своей ситуации, что это может быть, у кого что. То есть, это касается как и личной жизни, так и рабочих моментов. Но просто петуха через весы, проходя, будет давать вам какую-то безумную кипучую энергию. Вы ее можете применить в достаточно мирном русле, например, просто работать упорно, просто путешествовать, сорваться куда-то, уехать и так далее. Это не имеет значения. Но вот кардинальных перемен в личной жизни лучше избежать. Хотя у многих будут такие вопросы, чтобы все покончить с какими-то отношениями раз и навсегда. Но другой вопрос, а сможете ли вы вернуться к ним, если захотите? Вот это вряд ли. То есть, в переходе от обезьяны к петуху, вот этот раздел года, обычно говорит о прохождении так называемой точки невозврата. То есть, то, что вы сделаете, это уже неизбежно и фатально. И уже дальше несет в следующие годы некие последствия. Хотя, такой год достаточно сумбурный, если рассматривать личные отношения, эмоциональный посыл и так далее. Очень много переменчивости в характере. То есть, то люблю, то не люблю, хочу, не хочу и так далее. Очень много неприятных переживаний может быть. То есть, достигая каких-то результатов, например, достигая какого-то человека, его внимания, скажем, да, то в итоге вы понимаете, что вам это было не нужно. А вы уже как бы вошли в доверие или склеились очень сильными какими-то такими скрепочками в отношениях. А разорвать союз будет уже достаточно болезненно. Поэтому не рвитесь. Самый главный девиз года – не рваться впереди повозки. То есть, идите так, как вы шли. Все вас будет постоянно сподвигать. Давай сделай то, давай сделай это. Вас будет постоянно кто-то подначивать, напрягать, в чем-то спешить. Но постарайтесь не спешить. Ну, просто постарайтесь наступить себе на горло в этом смысле. Там с середины осени уже пойдет все гораздо более равномерно, понятно, открыто. То есть, там уже можно будет поднажать серьезно. Но если взять карьеру, то вообще, если вы, например, решили заняться каким-то бизнесом или круто поменять свою карьеру, фокус карьеры, не рекомендовалось бы. Просто это, скажу больше, это как противопоказание. То есть, то, чего бы не начинали резко менять, заводит вас в какой-то тупик, угол ставит просто перед вами. И вы не понимаете, что делать дальше. Отсюда депрессивные состояния по здоровью бьют, по психике бьют, психосоматике бьют и так далее. Но, да, терпение – это, конечно, важный такой аспект в этом году для весов. То есть, сейчас я сформулирую. С одной стороны, у вас безумная энергичность, и вот вы стоите на пороге каких-то начинаний. А с другой стороны, понятно, что обстановка сама по себе неблагоприятна. То есть, вы что-то начинаете, и сразу палки в колеса, как будто кто-то запихивает. Абсолютно по всем фронтам. То есть, это либо люди, либо обстоятельства. То есть, вы уже все продумали, все понимаете, как надо сделать, но почему-то что-то не получается. Или там на полпути, или в самом начале пути, или еще страшнее, уже почти на финише у вас почему-то все срывается. То есть, вот год, он такой колючий. То есть, весы, которые стремительные, но при этом сглаживают углы, вот именно в этот год петух дает такие острые моменты. И это не значит, что все плохо. Это значит, что есть возможность задуматься, чем вы займете в следующем году. Или какую почву вы подготовите в этом, в семнадцатом году, для последующих лет и побед. Ну, по финансам там нормально. Вообще, надо смотреть личный гороскоп, но, в принципе, у весов как будто бы приоткрыт финансовый канал. Более того, они как будто более расточительными становятся. И даже в первом полугодии уже это идет. То есть, то, на что они раньше не тратились, например. Или там какие-то путешествия, там на себя они могут потратиться. Или на кого-то из друзей, подруг кому-то что-то подарить такое интересное, крупное. То есть, вот в этом смысле энергии такие положительные. То есть, человек становится каким-то более открытым для мира, добродушным, что ли, таким вот активным в плане личностных отношений. Своей, не то чтобы расточительности, а именно душевной доброты, порыва такого. Сделать кому-то подарок и так далее. Но, вообще, если цели поставлены и идти к ним спокойно и равномерно, вы уже с конца шестнадцатого года понимаете, что вы идете во что-то новое. И вот вы идете по ступенечкам весь семнадцатый год, то это нормально. Но, как только вы хотите переступить черту, то есть сделать что-то больше, чем планировалось. Ну, внезапно такой вариант почему-то подворачивается. То имейте в виду, что все это может растягиваться и пойти не так, как вы планировали. И лишь только к середине осени, к зиме и к началу восемнадцатого года это начинает выравниваться. То есть, вот такие вот колючие ситуации. Но это переходы по работе, в первую очередь. У многих лесов и шестнадцатая обезьяна, и семнадцатый петух – это годы карьеры, то есть перемена карьеры. То есть, они уже два года могли задумываться над тем, что не там вы находитесь, не тем занимаетесь. Не по душе, не по деньгам, бесперспективно и так далее. Ну, вот еще один такой переходной год, семнадцатый. Хотя он уже дает больше положительную динамику в развитии, в раскрытии талантов. Да, сложно будет уживаться в условиях изменчивости года, потому что год петуха, он дает именно такую динамику неровностей, колкостей таких. То есть, вроде все спокойно, потом хоп, какое-то падение, потом опять подъем. То есть, какие-то резкие перепады, что для весов не очень... Ну, то есть, для гармоничных людей под знаком весы не очень комфортны такие условия. Естественно, год петуха их потреплет достаточно, повыжимает их в полной мере. Но зато уже с таким опытом, с базой определенной, вы влетите в восемнадцатый год, где динамика куда более положительная. Но это мы уже через годик об этом поговорим. Сейчас пробежимся по годовым знакам для весов. Так, весы рожденных год крысы. И что у них важное, вот так тезисно я скажу, в год петуха семнадцатого происходит. Очень такие люди становятся активные, работоспособные. Причем петух дает возможности вам раскрыть какие-то свои таланты, которые давно спали. То есть, больше дает возможности для самореализации, скажем так. Может быть, какие-то таланты, которые вас давно спали, вот именно в семнадцатом году могут стать достоянием общественности. То есть, именно здесь они раскрываются. Вот обратите внимание на вот эти возможности. Дальше. Весы рожденных год быка. Бык должен вылезти из своей скорлупы и начинать входить в общественность. То есть, если это не расширение связи, то это укрепление каких-то своих позиций в каком-то обществе, в каком-то коллективе. Это очень важно, потому что год к этому будет сподвигать, потому что что-то старое качнется. То есть, вот эта консерва, она начинает разрываться для того, чтобы пошло какое-то расширение. Но, кстати говоря, неплохие люди к вам тянутся в этом году, интересные люди с интересными предложениями. Почему бы и не принять их в свой мир, и не воспользоваться их какими-то возможностями для дальнейшей стратегии развития себя как личности. Дальше. Весы рожденных в год тигра. Вот тигры как раз последние четыре года, я цикличность понаблюдал, были очень активны. И вот этот год их может добить. Но добить как? То есть, тут они могут уйти в себя, либо взять длительный отпуск, либо просто отключиться от друзей, от подруг, уйти в такую стороночку, немножко отдохнуть, такое умиротворение ощутить. Может быть, несколько подумать о собственной жизни, как-то ее пересмотреть. Кто-то в семейственность уйдет от работы, подумает о рождении ребенка, например. Кто-то захочет покинуть родину, ну хотя бы уехать в другую страну, либо в другой город, ну ненадолго. Ну как-то сменить обстановку. То есть, вот такой вот скачок происходит. Дальше. Весы рожденных в год кота или кролика. Вообще, здесь в первую очередь, конечно, рекомендуется на здоровье обращать внимание. Вообще, все знаки, в принципе, очень так достаточно кардинально по здоровью проходят через петуха, потому что петух символизирует желудок дыхательной пути в первую очередь. И пагубные привычки. Вот здесь вот кроликам или коту нужно будет обращать на это внимание, хотя в целом идет семейственность. То есть, даже не карьеры в первую очередь, а вот вопросы семьи и деньги, кстати, тоже еще. Деньги, какие-то сделки могут происходить по финансам. Может быть, что-то продать, купить крупное что-то. Дальше. Весы в год дракона рожденные. Ну, тоже такой достаточно лирический год. То есть, уже на карьере, на коне, возможно, и не нужно ничего менять, если это не касается личной жизни. От личной жизни неплохо так может стартануть. То есть, одинокие, например, драконы, я понимаю, что это избитая фраза, одинокие встретят неодиноких, и одиноких это... Это такие уже истины, но именно у весы дракона появляются возможности новых импульсов в личных отношениях. То есть, может быть, вы не одиноки, а есть вероятность поменять свою личную жизнь. Даже будет такой выбор, сохранить ли прошлое отношение или семейственность. Это очень важно. То есть, такая достаточно драматическая ситуация. Дальше. Весы, рожденные в год змеи. Рабочий год напряженный. То есть, придут они в итоге к успеху, к концу года, то есть, к какому-то результату. Он раскрывается в течение своего года по ступенечкам. Но в самом начале еще будет непонятно, а к чему человек идет. И чем он вообще, какие он цели поставил, будут ли они реализованы. Но, тем не менее, уже с весны начинает приоткрываться возможность того понимания, к чему вы идете. То есть, все, к чему вы придете, вы добьетесь только своим упорством. То есть, отдыхать в этом году и расслабляться не советовал бы. Дальше. Весы, рожденные в год лошади. Тоже такие странники и странствующие путешественники. Я бы так сказал. Устали и отработались. Захочется уединения, захочется поменять личную жизнь, захочется поменять работу. Это больше на эмоциональном уровне будет прослеживаться, нежели на прагматическом. То есть, какой-то уже безумный загруз пошел по последней цикличности. Там, последние 7 лет, ну, поистине лошадь. То есть, заездили. И вот здесь вот будут такие шатания. Что сделать, куда уйти. Это очень сложный, на самом деле, такой выбор. И, конечно же, лучше рассматривать по дате рождения, чтобы точечно понимать, что куда-то тащится у вас. Дальше. Весы, рожденные в год козы. Очень прыткие такие весы. Любвеобильные, многогранные. Тянутся к тому, к тому, к тому. Петух, естественно, даст им хорошего пинка, чтобы еще больше подкинуть вариаций в самореализации, в личных отношениях. Самое главное, и вообще, девиз года, это доводить какое-то дело до логического конца. То есть, опять, хватаетесь за разные дела, значит, не будет закончено ничего. И к чему вы придете в конце года? К тому опыту, что у вас было и так, и эдак, и то, и другое. А где результат? Вот цель должна быть результат в этом году. Дальше. Весы, рожденные в год обезьяны. Прошлый год был важный переходной обезьяны. И он переходит в цикличность в петуха, то есть, 28 января. То есть, те ошибки, которые понаделаны были в прошлом году, они подходят к логическому завершению в 17-м году. Но, смотрите, как это выглядит. В положительном ключе, например, в прошлом году открывается у женщины, например, окно декрета, а в этом году она рожает. Очень хорошо. А кто-то начал себя плохо вести в прошлом году, в 16-м. И вот здесь все тайное становится явным. И нехорошие слухи могут пойти. То есть, у весов вообще в последние годы такое шаткое состояние в целом у всех. То есть, кардинально кто-то стал менять работу, заниматься здоровьем и так далее. И вот этот год, вот 17-й, он завершает это кольцо перемен. В принципе, потому что уже с года собаки, с 18-го, там такая стагнационная фаза, более ровно будет все наблюдаться. Поэтому, весы обезьяны, старайтесь все-таки держать себя, свое лицо, в первую очередь, чтобы не быть дискредитированными морально. Дальше, весы рожденных в год петуха. Незаменимые работники вообще в целом. В этом году они будут неплохо интуичить. Это, в первую очередь, касается финансовых каких-то дел. Даже не повываясь этого слова, придут к серьезному финансовому успеху. То есть, что-то будет достигнуто большое, глобально. И то, к чему они давно шли. Но, кстати, точка здоровья, она сохраняется на той же позиции, что была в 15-м и 16-м году. То есть, те же проблемы. Так что, следите за этим. Дальше, весы, рожденные в год собаки. Такая дилемма сложная. То есть, вы выбираете либо семейственность, либо работу. Причем, работа будет очень неплохо идти. То есть, будут очень интересные перспективные предложения. Вот есть один минус, что, начиная прямо с конца 16-го года, и придя к осени 17-го года, вы поймете, что вы действительно на этой гребне успеха находитесь. Но, так как вы не занимались семьей, либо не уделяли им должного внимания, вы как будто бы в одиночестве остаетесь. То есть, вокруг вас как будто бы никого нет. То есть, вы взошли на этот пьедестал на такой позиции отшельника, скажем так. Поэтому, здесь нужно как раз включить весы и балансировать между вашими близкими людьми и рабочими моментами. Потому что, эти все сферы, они всегда рядом ходят между собой. Дальше, весы, рожденные в год кабана. Но, здесь важны вопросы риска. Вот как раз то, что я описывал по общим кругам по весам. То есть, кабанов это касается в первую очередь. То есть, много интересного в самом начале 17-го года идет. Но, старайтесь не делать резких движений. Это вот для вас противопоказание номер один. Вы поймете, что вы себя загнали в какую-то ловушку. Из которой будет крайне сложно выбираться годами просто. Не побоюсь этого слова. Так что, вот здесь, кому нужно терпение проявить, так это вам и выдержку. Но, ничего, со второй половины года динамика не останавливается. Но, приоткрыты другие двери. Более удачливо могут складываться обстоятельства для разворота ваших каких-то финансовых тем, карьерных тем. Да, ну и на здоровье тоже обращать внимание. Желудок, если есть аллергические какие-то по весне особенно. Так, но на этом, пожалуй, все. Хочу лишь напомнить, что вы всегда сможете проконсультироваться со мной лично. На личном приеме в Москве, либо по средствам коммуникации связи, типа скайп, телефон, вайбер, ватсап, не имеет значения. Мы уже в 21 веке и можем пообщаться с человеком из любой точки мира. Обращайтесь ко мне, мои контакты в описании к этому ролику. Либо посетите официальный сайт, либо найдите меня в соцсетях под тегом Дмитрий Шинко. Я вам объясню, как можно записаться ко мне на консультацию. И мы именно по вашей дате рождения просмотрим, когда именно у вас успех, когда не успех. Когда есть деньги, когда их точно нет. Когда есть личная жизнь, когда не стоит бороться за эту сферу жизни. И так далее. Ну, а на этом я вам желаю удачного и хорошего Нового года. 17-й год обязательно будет динамическим и интересным. Всего доброго, счастливо. Субтитры подогнал «Симон»